Коллеги, доброе утро еще раз. 10 часов настало. Я предлагаю вам послушать наш первый вебинар, который относится к описанию нашего нового продукта, который называется «Онлайн-курс. База практики планирования ТАИР» про ненадежность. Меня зовут Дмитрий Скворцов. Компания «Простой их нет». На экране видны мои контакты. Поскольку мы работаем в таком необычном для всех режиме, первый у нас слайд – это проверка связи. Те, кто меня слышал, поставил плюсики, уже можно не повторять. Связь у нас односторонняя, поэтому мы можем общаться только в режиме чата, вы меня будете слышать. Если вы не слышите, то, соответственно, вы можете только увидеть, что вы меня не слышите. В платформе вебинара есть чат и форма «Задать вопрос». Соответственно, туда можно писать. И последнее. Ну, попасть на площадку, будем сейчас говорить. И те, кто не зарегистрирован на ней на текущий момент, соответственно, можно писать на почту SDO.sobaka.prostoy.net с указанием контактных данных, кратким описанием, что вы хотите получить от обучения. Очень кратко расскажу о компании «Простой их нет». Мы с самого начала занимались именно такой вот, как мы говорим, просветительско-образовательной деятельностью. У нас есть несколько именно сайтов, ресурсов компании. Описание компании «Простой их нет». Также мы издаем ежеквартальный журнал для специалистов по управлению ТАИР. Отдельно мы занимаемся проектами по спортизации, разработке справочников для процессов ТАИР. Тоже поговорим это в наших курсах. То, куда вы попали, так или иначе, относится к нашим регулярным семинарам, относящимся к вопросам планирования ТАИР. И сейчас новая тема – это все. Проект, на котором вы, надеюсь, будете непосредственно проходить обучение, то есть до «Простой их нет» в портал. Ну и конференция, которую мы проводим регулярно, очная. Это вот конференция от управления ремонтом к управлению активами. Компания называется «Простой их нет». Соответственно, наша миссия, она связана с этим лозунгом. Мы считаем, что самым критичным ресурсом, который действительно является невосполнимым, это время. И в наших проектах, в наших семинарах мы рассматриваем, так сказать, потери времени разного уровня сложности. И, соответственно, процессы, которые мы настраиваем, выстраиваем, они связаны с борьбой с этими «Простойми». Опять-таки, на курсах вы там будете уже более глубоко погружаться, в нашу философию, идеологию. Но вот уровни, с которыми мы работаем, это технологические системы, линии установки целого бизнеса, оборудование, непосредственно железки, которые выпускают некие продукты. Опять-таки, есть тема, связанная с простоем персонала ремонтного. Это те, которые люди, которые выполняют работы по ремонтам. Простой инженер-технического персонала. Инструмент, стоп-части, ну и как высший уровень, так сказать, простоев – это простое руководство. Когда у них нет информации о принятии решений, то есть мы думаем, что они, так сказать, простаивают и не работают, как должны. Почему мы ввели смелость проводить такие семинары? У нас с 2004 года реализуются именно наши проекты в разных областях, скажем так, организации ТАИР. Опять-таки, это будет материал их на портале, детальный рассказ, какие проекты и какие опыты у нас есть. Ну, просто чтобы обозреть, как бы, масштаб направлений, которыми мы занимаемся. Это и направление, связанное с разработкой программ развития. Сейчас возникла новая такая тема – это внедрение в стандарты 155 тысяч управления активами. У нас есть специальная тема на обучающих семинарах касательно этого стандарта. А то, чем мы занимались до последнего времени очно, и сейчас занимаемся вот на ваших глазах заочно – это проведение семинаров по разным направлениям организации ТАИР. Проводим корпоративное обучение, проводим конференцию. Ну, вот то, куда вы попали, надеюсь, у нас все получится. Это некие интерактивные дистанционные курсы, когда, соответственно, люди сидят на рабочих местах или в текущих реалиях по домам и, соответственно, учатся неким подходом к управлению ТАИР. Ну, также есть интересное, я думаю, для всех направление – это обеспечение ЦИ, разработка справочников оборудования, техкарты, классификатор отказов. Более 100 проектов мы уже наделали за это время. Соответственно, у нас будет на курсе тема связанная с паспортизацией, с разработкой техкарт, специально для тех, кто это занимается проблематикой. И вот последние двухлетние, скажем так, опыты связаны с разработкой и внедрением всем приложений. И на нашем веб-курсе вы увидите мастер-классы по работе платформы 1СРСМ. То есть на реальных примерах, на реальных технологических системах мы покажем, как этот продукт работает и что он дает. Ну, актуальность, в принципе, семинаров, она для нас уже очевидна. Сейчас уже появляются такие новые, скажем так, направления. Это управление ТАИР на промышленных предприятиях. То есть не процесс, как крутить ГАИКИ, а именно процесс, как эффективно организовывать бизнес-процессы управления. Как я выше сказал, что внедряются международные стандарты СУ-55 тысячи управления активами. Он требует тоже понимания, что за стандарт, как внедрять. Соответственно, на семинарах мы об этом говорим. Очевидно, что для автоматизации таких сложных процессов, как ТАИР, необходимы массивы данных, специальные приложения. И мы обсуждаем вопросы, как правильно описывать, как приоритизировать решения, которые строятся на этой модели данных. Наши любимые темы – это ППР, то есть плановый предупрежденный ремонт. И можно ли уйти от этого ППРа к неким передовым, в основном западным, скажем так, подходам – RCM, RBI, TPM, то есть отказаться от ППР. Собственно, отдельная тема и актуальность – это как правильно выстроить процесс планирования, то есть какие бизнес-процессы должны быть разработаны, какие роли там указаны и описаны. Ну и последняя актуальность – конкретные рекомендации к новым специалистам, инженерам по планированию, инженерам по надежности, которые непосредственно занимаются на своих рабочих местах этими процессами. Ну и как обосновать, как рассчитать численность – тоже такая нетривиальная тема. Для кого мы делаем вот этот семинар? Сегодня, сейчас, обзорный наш онлайн-курс, он в сегодняшних реалиях предназначен для людей, которые вынуждены, скажем так, находиться в ограниченном доступе к своим предприятиям. У нас очень много запросов. Последний месяц было, так сказать, дайте чем-нибудь заняться в режиме самоизоляции. Но, в принципе, вот эти вот темы, они полезны главным специалистам промышленных предприятий. У нас классический механик, энергетик, приборист, айтишник. Это вот наши потребители наших курсов. Также руководители сервисных компаний, которые непосредственно занимаются ремонтами обслуживания, оборудования на модели сервиса. Актуальные методики и материалы, которые мы подготовили для инженеров по планированию, ТАИР, мы их называем планировщиками. Новая для многих, наверное, должность или роль инженера по надежности. Это люди, которые занимаются, собственно, выработкой стратегии борьбы с отказами и простоями. Инженеры по диагностике, люди, которые непосредственно занимаются оценкой техсостояния и, соответственно, интеграция их в нашу систему планирования является залогом эффективности этой системы. Опять-таки, если среди вас есть специалисты по ведению данных, МСИ-шники мы их называем, тоже для вас, для ваших коллег это будет очень полезно поговорить на тему, как правильно описывать оборудование, какие справочники нужны для этого. Для кого мы делаем? Для аудиторов. Сейчас появляются такие новые направления, это аудит процессов ТАИР, выявление несоответствия, внедрение стандартов. Это вот для этих специалистов наши материалы. Ну и проектные команды, когда у вас уже стартуют большие проекты, соответственно, для них тоже полезно как-то систематизировать их понимание, что же такое система ТАИР как менеджмент, а не как какая-то система автоматизированная. Ну и последнее, то, что мы хотели там перед началом сказать, что наши семинары, они такие методов сливые, не под энергетику, не под механиков, не под прибористов. Они позволяют выстроить сам процесс управления любым оборудованием. И, собственно, то сливая специфика, она начинает появляться на практических занятиях. То есть, когда ваши коллеги или вы будут выполнять практические упражнения, вы там можете привести примеры своего оборудования. И мы сквозным таким примером эти виды оборудования, соответственно, рассмотрим с точки зрения специфики. У нас достаточно неожиданно появились заказчики из медицины. То есть, люди, которые обслуживают медицинскую технику, тоже являются оборудованием. Поэтому диапазон такой достаточно неожиданный может быть участников. Опять-таки, как мы рассматриваем темы, связанные с оборудованием на наших семинарах, на всех мероприятиях? У нас начало, соответственно, связано с описанием оборудования. То есть, какие виды, классы, модели оборудования у вас эксплуатируются, какая документация на это оборудование, соответственно, есть, какие задачи необходимо решать на этапе описания. Следующий уровень – это паспортизация, когда мы понимаем, какие, собственно, данные нужны для введения информации по этому оборудованию. Только после этого мы говорим о процессах, то есть бизнес-процессах, организации, обслуживании этого оборудования. Понимая процессы, мы начинаем выбирать, либо внедрять в систему ОСУ. Ну и последнее у нас такая вот парадигма планирования называется. То есть, когда мы уже в какой-то системе выстраиваем работу конкретного персонала, выполнять обслуживание, ремонт этого конкретного оборудования. То есть мы все это проговариваем в режиме семинаров, а в проектной деятельности мы, соответственно, внедряем это как внешние консультанты для предприятий. Как устроены наши курсы? Есть методологические основы, то есть такие презентации с рассказом теории. Есть новое сейчас, вот как раз, куда вы попали. Это типовые некие тесты, вопросы, практикумы. Соответственно, практикумы строятся на конкретных примерах конкретного оборудования, чтобы мы не уходили в какие-то методические дебри. Ну и последнее, вот это вопрос аудитории. Мы рассчитываем на обратную связь, тем более в таких режимах самоизоляции нам важно понимать, какие вопросы на той стороне возникают. Ну и с таким образом мы идем к нашим обучающим процессам последовательно. До недавнего времени очные семинары мы проводили очно. Коллеги там, я думаю, узнают себя из Танека. То есть семинары мы проводили очно, то есть выезжали на предприятие. Сейчас мы все то, что мы проводили, скажем так, очно, перенесли в наш портал, который называют sdo.prostoyf.net. И, собственно, вот я хотел кратко рассказать, как этот портал работает, что на нем можно делать. И если вы заинтересованы, то мы вас ждем именно там. На текущий момент тот семинар, который заявлен в базовой практике, включает в себя некий учебный план на шесть недель. Первая неделя у нас построена для того, чтобы вы попробовали себя, в принципе, как ученик, который сидит за компьютером. То есть некий демо-неделя для понимания, как, в принципе, работает платформа, какие методические основы заложены в наших курсах. Так называемые общие. Это вот первая неделя бесплатная. Любой желающий может попасть туда. Соответственно, дальше у нас начинается история вот с той группы, которую мы наберем по результатам этого первичного обучения. Она построена по темам, которые, надеюсь, понятны из названия. На второй неделе мы изучаем тематику, описание объектов, что такое объект, что такое система технологическая, как она связана с оборудованием и какие нужны данные для учета отказов, дефектов на этапе эксплуатации. Такая базовая у нас тематика, связанная с описанием объектов. На третьей неделе мы начинаем погружение в тему разработки стратегии, надежности, рисков. Начинаем говорить о диагностике, контроле состояния оборудования, которое находится в эксплуатации. Соответственно, понимая эти вещи, мы можем уже на четвертой неделе переходить к вопросам организации процесса планирования годового и месячного и управления работами на горизонте недели и сутки. На пятую неделю вынесены вопросы обеспечения и планирования мероприятий по промбезопасности, непосредственно выполнения работы, то есть ведения нарядов на этапе их выполнения. Сюда же мы вынесли на пятую неделю вопросы обеспечения запчастями и ведения, так сказать, кладов. Здесь же у нас финансы, экономика и бухгалтерия, то есть тоже такое вот условное у нас разделение на такие темы. Ну и последняя, у нас самая интересная неделя, с моей точки зрения, это вот вопросы стратегического управления активами и внедрения стандартов международных. Отдельная тема – это оптимизация, математические модели, которые мы используем для расчетов оптимальных стратегий ТАИР. Покажем наш опыт на кейсах. Типовые проекты – это несколько направлений, которые мы занимаемся, описание, какие шаги нужно сделать для реализации проектов. Ну и мастер-классы – это наиболее там интересная будет у нас, наверное, для всех тема, где мы будем живую показывать то, что я выше там рассказывал. Примеры – наши описания оборудования, разработки типовых технологических карт на ремонты. И самое интересное – это RCEM-анализ, то есть выбор стратегии из понимания, какие механизмы отказов существуют на этих видах оборудования. Это будет последняя неделя нашего курса. Ну, собственно, площадка, не знаю, насколько хорошо вам видно, скриншоты. В принципе, все это то же самое на портале. Все, что я рассказал сейчас, оно выложено уже как такие картинки и курсы, в которых можно кликнуть и провалиться этот курс. Соответственно, сегодня, с сегодняшнего дня, открыта у нас первая неделя – это общие вопросы. То есть мы называем такой демо-доступ к нашим материалам. И, соответственно, те, кто решит с нами остаться, они пройдут эти вот темы поэтапно, по неделям, вплоть до окончания. Значит, чтобы попасть в наш этот веб-курс, соответственно, нужен логин, пароль. В каждом курсе есть такая снизу кнопочка – это «Войти в курс». Если вы получили по почте при регистрации приглашение от нашей системы, то, соответственно, здесь выводите логин, пароль и начинаете, соответственно, просмотр этого курса. Я думаю, что на почту вы получили некую инструкцию, как пользоваться порталом, что делать, если вы забыли пароль, что делать, если вы не знаете пароль. То есть если кто-то не получил, соответственно, в конце будет контакт, к которому можно обратиться и получить эту инструкцию. Соответственно, когда вы входите в систему, вы видите интерфейс этого курса. Это перечень тем. То есть начиная сверху и кончая низом этого интерфейса. Есть темы, которые мы рекомендуем проходить последовательно, то есть открывать материалы в том порядке, который они находятся в этом списке. Соответственно, когда вы просматриваете элементы этого курса на экране компьютера, выполняете упражнения, отвечаете на вопросы, система вам ставит как бы не зачет, а некий признак, что вы этот материал просмотрели. То есть таким образом вы можете как-то видеть, что вы сделали, исходя из той программы, которая вам помогает. У каждого есть, я думаю, все уже давно пользуются интернет всякими сервисами, корзинами в интернет-магазинах. Есть сверху справа элемент, который называется личный кабинет. То есть когда вы заходите в этот личный кабинет, вы видите себя и свои темы, в которых вы, соответственно, назначены как ученик. И этапы прохождения обучения, отметки, которые вы получаете, они находятся в вашем, будем говорить, дневнике. Соответственно, те, кто регистрировался с какими-то там неполными именами, без отчества, без имени, здесь же можно поправить свои регистрационные данные, назвать себя, так сказать, по-человечески, чтобы мы понимали, кто у нас учится. Собственно, сами основные материалы – это у нас презентация, поскольку все-таки курс у нас онлайн, но не вебинар. Вы сами открываете эти материалы на портале и в режиме изучения, либо читаете те заметки, которые там для вас указаны, либо просто смотрите материал в виде презентации, либо мы сейчас на вас тестируем эту презентацию со звуком. То есть часть презентации, она озвучена, соответственно, можно послушать, если есть наушники, так сказать, посмотреть эту презентацию со звуком. Такое веселое достаточно занятие. Собственно, интерактив. Поскольку мы ожидаем, что платформа обучения подразумевает обратную связь, под некоторыми темами у нас есть элемент курса – это тесты. То есть когда вы получаете задания, отвечаете на вопросы, соответственно, правильные и неправильные вопросы, они зашиты в эту систему, и по окончании тестирования вы получаете свои отметки. Сразу скажу, что тесты можно пересдавать, то есть поскольку у нас такое реально пилотное мероприятие, то есть те двойки, которые вы получите, можно пересдать как бы достаточно просто. Задания. По ходу некоторых тем мы сделали такие небольшие, скажем так, задания. Это либо просто текстовое задание в виде эссе, то есть мы ожидаем, что вы заполните ответ на наш вопрос, который стоит в теме этого задания. Второй, как бы самый интересный, я надеюсь, что вы на него как раз попадете, это вторая часть как бы платного, так сказать, обучения – это практикумы. То есть когда мы за эти вот шесть недель проходим полный цикл некого процесса от описания оборудования, вашего оборудования, разработка технологических циклов, ремонтных циклов, техкарты, планирование ресурсов, планирование запчастей, определение критичности оборудования и работ, и выходим на некую, по сути, план работ на тех единиц оборудования, которые выбрали, как лабораторные занятия. И этот план защищается, грубо говоря, перед преподавателем. Мы общаемся с вами, какие вопросы у вас возникали при планировании, каких данных не хватало. Это все происходит в режиме реального такого общения. Это будет Excel-файл, который, соответственно, вы заполняете, присылаете. У нас называется учитель, то есть ведущий этого курса. И с учителем, значит, начинаете разбирать, что же у вас там не получается. Есть в каждой теме дополнительные материалы. Это статьи, ссылки на вебинары, которые мы проводили, партнеры проводят регулярно по нашим тематикам. Но, опять-таки, вы их смотрите сами, ну, как в школе, да, идете в библиотеку, учите какой-то предмет. Если что-то не хватает, вы обращаетесь за статьями, за какими-то документами в некую библиотеку. Ну, вот, опять-таки, для нас такой вызов небольшой, да, мастер-классы – это когда мы показываем вам, что умеем мы, наши партнеры. Ну, первое, с чего мы начнем наши мастер-классы, начиная даже с сегодняшней недели, с первой недели, это работа с бизнес-процессами. То есть есть такая методология описания бизнес-процессов. Соответственно, есть сквозные процессы, есть более детальные. Так или иначе, в нашей модели описаны все основные процессы, начиная от описания оборудования, заканчивая бюджетами и фактическими затратами на последнем цикле уже управления работами. То есть каждый из вас может с этой темой обнакомиться, ну и, соответственно, понять, насколько эта тема применима у вас. Второе направление мастер-классов – это работа, ну, тут тастология, мастер-класс по мастер-данным. У нас есть свои собственные наработки по классификации оборудования, по разработке техкарт, по разработке справочных дефектов, отказов. Соответственно, те, кто попадет на этот курс, они смогут, так сказать, увидеть, как это делаем мы на проектах, ну и, соответственно, подчеркнуть для себя некие практические вопросы, как это, может быть, реализовано у вас. Отдельно у нас будет мастер-класс по оптимизации, то есть, когда мы строим некие модели, математические модели отказов и пытаемся из этой модели посчитать какие-то оптимальные ремонтные циклы, оптимальные стратегии ремонта. Опять-таки, тема очень сложная и новая, но мы кратко покажем хотя бы идеи какие-то, которыми мы пользуемся на своих проектах. Отдельный прям блок будет целый день, это мастер-классы по FCEM-анализу, поэтому, если есть люди, которые занимаются FCEM, для вас реально уникальная возможность, это, по сути, демонстрация работающей системы, 1STIR-RCM, которую мы выпустили совместно с Дисконсуфтом, на реальных данных по четырем технологическим системам. Механика будет там, энергетика, химия и горно-транспортный комплекс. Это шестая неделя. Вебинары, то, где вы сейчас участвуете, периодически мы будем подключаться в режиме вебинара, чтобы получать какую-то обратную связь, да, то есть внутри курса будут периодически такие вебинары, живое общение. Уже сейчас на каждом из этих тем есть форум, когда вы можете пообщаться с нашими преподавателями в режиме вопрос-ответ, вы задаете вопрос, получаете ответ, и все участники этой группы, они видят ваши вопросы, наши ответы, в такой режим общения внутри этого семинара. Тоже интересная тема, у нас люди, когда звонили, записывались на этот вот тестовый этап вебинаров наших, мы придумали такую дополнительную опцию, это факультативы. То есть, когда мы накапливаем по результатам недельного, скажем так, обучения, ваши вопросы, мы решили сделать такую, как бы еженедельную факультатив, то есть по тем вопросам, которые не вошли в тему текущей недели, там, вебинары или семинары этого нашего онлайн, мы для тех, кто заинтересован, организовываем такой вебинар, и все эти вопросы там голосом, примерами продавали. То есть вся ваша специфика, она может быть отражена на таком вот диалоге с вами в режиме вебинаров. Там мы дадим вам возможность, собственно, поговорить, дадим двустороннюю связь, можете показывать, рассказывать, что вас там интересует, мы будем отвечать, как вот преподаватели в школе. Ну, собственно, да, там еще одна возможность этой площадки, на ней размещен наш журнал «Простой их нет». Если вы откроете соответствующую тему, можете открыть журнал, почитать его в режиме онлайн. Это более уже двухсот статей за сколько тут лет, шесть лет нашего существования как журнала. Часто там спрашивали по поводу скачивания материалов. Те презентации, которые мы будем размещать на портале, они, скажем так, в платной версии участия будут доступны в PDF, можно скачать их и использовать там в дальнейшей работе. Записи, то, что мы будем делать в режиме вебинаров, мы запишем как видеоролики, и, соответственно, будет либо ссылка на YouTube, либо, скажем так, живой файл, который можно будет скачать. То, что я показывал, практикум и сквозной пример, вы можете сами скачать себе как память о вашем прохождении курса. Ну, вот как бы вся наша работа на портале, она в данном курсе закончится 7 июня. С этого момента мы будем считать, что все, кто там учился, получили все, что хотели, мы завершаем обучение. Если есть вопросы, вы можете задать. Но поскольку людей на самом деле много, если вы хотите подключиться к порталу, значит, пишите заявку на подключение, да, соответственно, если есть вопросы относительно там стоимости и прочего, тоже туда можно отправить. Если есть вопросы сейчас, можете их задать в чате. Я попытаюсь ответить. Куда заявку? Значит, у нас есть портал. Портал fbo.prostoyev.net. Чтобы попасть на этот сайт, нужно иметь логин, пароль, и, соответственно, чтобы этот логин, пароль к вам приехал, нужно написать на этот адрес электронный. Хочу учиться. Вопрос. Да, Евгения, мы сотрудничаем с компанией DysnowSoft. Как я сказал выше, мы являемся разработчиком совместно с ними модуля 1S. В ходе платного обучения, да, будут проходить вебинары. То есть у нас есть темы, которые очень тяжело, так сказать, рассказывать в презентациях, поэтому живые вебинары будут. И если кто прогулял, то вебинары будут записаны и лежать там же. То есть если вы, допустим, на второй неделе пропустили занятие про там мастер-класс «Описание оборудования», этот вебинар будет записан, и вы сможете его просмотреть. Андрей, пожалуйста. Да, я пытался доходчиво, хотя тяжело в одну сторону говорить. Да, по итогу прохождения обучения участники получат сертификат, что не прослушали этот курс. Это, сразу скажу, не является обучением именно вот в том формате, как мы, повышение квалификации. Это сертификат, что такое-то слушатель. Послушал такие-то курсы, мы можем указать туда количество баллов или отметку, которую вы получили, но сейчас мы работаем с организациями, чтобы наше прохождение этого курса по надежности было засчитано как некий, так сказать, квалификационный семинар для инженера по надежности. Мы сейчас в процессе переговоров. А так это просто для вашего развития. То есть официальный документ это сертификат с нашей подписью или печатью. Ну, коллеги, тогда я с вами прощаюсь и буду ждать вас уже в другом месте на портале СДО.